Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать про свою новую Bluetooth-колонку, называется Soundcore Flare Plus от компании Anker. Меня она привлекла довольно-таки интересным дизайном, мощным и объемным звуком, красивой подсветкой, ну и при всем при этом доступным ценником. Давайте расскажу подробнее. Давайте вначале глянем, что в комплекте идет с колонкой. Значит, здесь у нас идет провод для зарядки microUSB, инструкция по первому запуску, ну и еще в комплекте идет вот такая вот губка специальная для ухода за поверхностью колонки, чтобы ее можно было почистить. Внешне колонка выглядит действительно стильно, хорошо вписывается в интерьер. По материалам здесь используется soft-touch пластик, приятный на ощупь, и тканевая плетка. Весит колонка 853 грамма, габаритные размеры 182 на 100 на 100 миллиметров. Если говорить про элементы управления, то здесь все интуитивно понятно. Вот это вот кнопка питания, чуть выше кнопка Bluetooth, через которую, кстати говоря, можно связать две колонки Soundcore в стереопару. Сверху находится кнопка управления подсветкой, увеличение басов, плей-пауза, она же используется для переключения треков при двойном-тройном нажатии, ну и само собой регулировка громкости. Вот здесь вот сзади имеется ремешок, за который удобно носить колонку. Вот под этой крышкой специально находятся разъемы. Здесь есть USB-порт, через который, кстати говоря, можно заряжать свой телефон, то есть использовать колонку как пауэрбанк. Чуть ниже находится microUSB, через который заряжается сама колонка, ну и также здесь есть аудиоразъем 3.5. Снизу кольцо подсветки располагается, смотрите, как красиво это выглядит. Можно, кстати, даже без музыки, просто как ночник ее использовать, например. Но самое главное, это, конечно же, звук. Давайте ее включим, послушаем. Также, ребята, у колонки есть фирменное приложение свое. При первом запуске мне было сразу предложено прошивку колонки обновить. Также здесь можно подробно подсветку настроить, в зависимости от вашего настроения. Можно яркость отрегулировать. Можно сделать вот такую вот расслабляющую. Можно, кстати говоря, таймер поставить, спящий режим, чтобы подсветка выключалась, например, через 30 минут. И еще в приложении можно подробно настроить эквалайзер. Это тоже очень полезная такая функция. Можно выбрать стандартные пресеты, либо сделать полностью ручную настройку. Как видите, ребят, звук здесь действительно качественный, объемный и чистый. Хорошие басы, средние частоты и высокие частоты тоже на уровне. Здесь используются два 50-мм динамика с суммарной мощностью 25 Вт, два высокочастотных динамика и еще два пассивных разлучателя, что, в общем-то, обеспечивает 360-градусный объемный звук. По своим габаритам, по громкости звучания, эта колонка примерно соответствует своему прямому конкуренту JBL Charge 4. Там, правда, используется один 30-ваттный динамик. Но здесь же, за счет большего количества динамиков, за счет такой более совершенной конструкции, звук получается тоже такой же громкий, при этом он более объемный. Ну и также я бы хотел отметить, что звук достаточно чистый именно на высокой громкости. Какие еще хотел отметить особенности? Здесь защита от воды IPX7, то есть можно ее смело купать в воде, там под дождем ей ничего не будет, ну и так далее. Автономность здесь 20 часов, в принципе, как и у конкурента JBL Charge 4. Bluetooth используется в пятой версии, то есть это обеспечивает стабильное качественное соединение до 20 метров, совершенно спокойно. Ну и также я бы хотел отметить то, что здесь есть микрофон. В целом, ребят, мне колонка понравилась. Самое главное, это, конечно же, крутой звук, ну а красивый дизайн, подсветка и хороший функционал являются, конечно же, приятным бонусом. Так что могу смело порекомендовать к покупке. Ссылочка, где вы можете ее приобрести, будет в описании под этим роликом. У нас с вами был FutureTime, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok